Данное видео я решил посвятить моменту зажигания И для того, чтобы лучше разобраться, что такое момент зажигания и как он влияет на общую работу мотора Нужно пролить свет на некоторые вещи Из предыдущих видео, в частности, которое касалось двигателей Бадулаева Я упоминал, что вся суть того, чтобы момент зажигания был верным Если рассмотреть график Вот это у нас ВМТ То на обычном моторе с момента начала сжатия Допустим, вот здесь точка, это нижняя мёртвая точка Идёт сжатие В цилиндре нарастает давление И в определённый момент Возле верхней мёртвой точки Перед верхней мёртвой точки Идёт воспламенение Чтобы максимальный пик давления В камере сгорания Приходился На движение уже после верхней мёртвой точки То есть, когда поршень уже идёт вниз Для того, чтобы пик давления был именно после верхней мёртвой точки Смесь в цилиндре нужно поджигать немножко раньше Чтобы она успела воспламениться в верхней мёртвой точке Чтобы максимальное количество смеси уже воспламенилось и было задействовано И когда поршень уже начинает движение в обратную сторону вниз Давление в камере сгорания максимальное Если момент зажигания сделать слишком ранним То нарастание давления в цилиндре Будет значительно раньше В верхней мёртвой точке Что в свою очередь Вызовет большую потерю мощности двигателя Также будет сопровождаться различными детонационными стуками Звоном поршней И как следствие разрушением самого мотора Его деталей То есть, эффективность будет снижена Потому что давление будет нарастать раньше И после верхней мёртвой точки Уже давление в камере сгорания будет значительно меньше То есть, мощность мотора будет сниматься меньше Если же воспламенение и нарастание давления основное произойдёт То есть, момент зажигания будет отрегулирован таким образом Что основной пик будет значительно позже В верхней мёртвой точке Это также приведёт к снижению мощности Потому что смесь не успеет воспламениться до конца Когда уже нужно будет производить полезную работу Поршень начнёт движение вниз Объём камеры сгорания увеличится И как следствие Общее давление будет значительно меньше Что в свою очередь Тоже приводит к снижению мощности К перегреву поршня Это что касается общего пояснения на графике При этом, момент зажигания выбирается Именно с тем учётом Чтобы обеспечить наилучшую Вот этот вот пик нарастания давления Чтобы он был самый оптимальный По работе двигателя Но при выборе самого момента зажигания Когда должно происходить конкретно искрообразование на свечке Нужно учитывать несколько факторов Самый первый фактор Который влияет на задержку От момента подачи искры До воспламенения всей смеси Заключается в конструкции и форме камеры сгорания Если мы рассмотрим камеру сгорания Допустим двигателя ВАЗ Классика Вот где-то цилиндр Свеча здесь стоит Вот она с электродом Клиновидная камера сгорания Это вид сбоку И если её же мы рассмотрим Только вид снизу Она имеет прямоугольную форму С закругленными такими концами И вот стоит свеча Кстати, свеча там стоит немножко под углом При искрообразовании на свечке Между электродами Воспламеняется Часть Малая часть Всей топливовоздушной смеси Которая находится в камере сгорания При этом Распространение пламени Идет в зависимости от движения Самого заряда Внутри камеры сгорания То есть получается Что в конце такта сжатия Внутри камеры сгорания Заряд имеет большую турбулентность То есть подвижность Он перемешивается Крутится как воронка Допустим с водой И когда происходит искрообразование То в зависимости от того В какую сторону Основной поток движется То есть произошла искра И пламя Раздувается по камере сгорания То есть сначала Загорается Начинает воспламеняться Какая-то часть смеси Потом Оно идет дальше Воспламеняется остальная часть смеси И таким образом происходит Воспламенение Всего заряда Поэтому важно Чтобы турбулентность заряда В конце такта сжатия Была максимальной Для этого И используются Вытеснители Которые Форму камеры сгорания Изменяют От круглого цилиндра Помещают весь заряд В какую-то определенную Геометрическую форму Для того, чтобы Принудительно В конце Такта сжатия Вызвать как можно Большую турбулентность Чтобы Распространение Пламени Проходило Быстрее Хочу заметить Следующее Что Смесь Вот многие Слышали Про Какие-то там Чудо-свечи Которые Обеспечивают Сгорание Не лучше А именно Способствуют Сгоранию Более быстрее Его делают Так вот Увеличивать Скорость Сгорения Всего Заряда Не нужно Потому что Идеальным Сгоранием Вот если Рассмотреть С этой точки Зрения Чтобы одновременно Поджечь Всю смесь Такого рода Воспламенение Это классическая Детонация Когда Часть Смеси Или Вся смесь Или ее Большая часть Половина Воспламеняется Одновременно При этом Происходит Большое Выделение Энергии Нарастание Давления То есть Другими словами Происходит Взрыв Который Разрушает Двигатель Потому что Идет Очень Большое Нарастание Давления И ударная Волна Которая Ударяется Во все Стенки Камеры Сгорания В том числе И по поршню Бьет И это Приводит К Выходу Двигателя Из строя Здесь Важно Понять То что Пламя Должно Распространиться С определенным С определенной Скоростью То есть Чтобы Возгорание Смеси Было Не одновременным А Плавным Быстрым Но плавным Более Конкретно По цифрам Скорость Распространения Пламени При нормальном Зажигании И скорость Распространения Пламени Ударной Волны При Детонационном Сгорании Я Конкретно Цифры Приводить Не буду Есть Экспериментальные Данные Которые Описаны В Штатной Книге Советской По теории Двигателя Внутреннего Сгорания Там Довольно Большой Раздел Чтобы С этим Делом Разобраться Лучше Я Призываю Всех Кому Интересно Почитать Именно Этот Раздел Потому Что Там Приводится График Конкретно Фото Видео Съемка Распространения Пламени Цифры С Распространением Пламени С ударами И Различные Данные Я хочу Здесь Оттенить Внимание На том Что Распространение Пламени Должно Происходить Относительно Быстро Почему Если Каким-то Образом Будет Вызвана Задержка По Распространению Пламени То есть Допустим Будут Спилены Сглажены Вытеснители И Турбулентность Заряда В конце Такта Сжатия Будет Значительно Ниже Соответственно Распространение Пламени Скорость Будет Ниже Чем Это Опасно Это Опасно Тем Что Воспламенившись Часть Топливо Воздушной Смеси При этом Увеличится Давление В камере Сгорания И Возрастет Температура И Этот Факт Спровоцирует Когда Нагреется Невоспламенившаяся Часть Топливо Воздушной Смеси Когда Она Нагреется И увеличится Ее давление То Критического Бензинового Двигателя Это Примерно 50-60 Атмосфер По Данным Экспериментальным Данным Из работы Товарища Ибадулаева То Произойдет Детонационный Взрыв То есть Произвольное Одновременное Воспламенение Части Смеси От этого Будет И детонационный Стук И разрушение Двигателя Поэтому Важно Чтобы Пламя Распространялось Именно Вместе С Турбулентным Зарядом Хочу Немножко Пояснить Что В чем Разница Именно Горение И конкретно Взрыва Есть у меня Видео Из Прошлых Которое Называется Спирт Я рассказываю О свойствах Топлива Так вот Нарастание Пламени Это Последовательная Реакция Когда Большая Молекула Бензина Дробится Сначала На Две Части Входит В реакцию Потом То есть Пламя Охватывает Все Потом Эти части Начинают Дробиться Каждая На Свою Каждая Пополам И Таким Образом Происходит Сгорание А Взрыв Детонация Это Когда Одна Одна Молекула Бензина Грубо Так Если Обобщить Мгновенно Распадается На Несколько Частей Углерода Допустим В 98 Бензине 5 Атомов Углерода И вот Они Идут Не плавная Реакция То есть Сначала Молекула На две части Потом Еще На две части А они Одновременно Распадаются При этом Это Сопровождается Взрывом Вот в чем Разница Между Распространением Пламени И Конкретно Взрывом Детонацией Поэтому На момент Зажигания Изначальный Установочный Когда идет Искрообразование На свечке И полное Воспламенение Всей смеси Когда достигается Максимальное давление Идет Определенная Задержка Которая Вот именно Эта задержка На которую Влияет Конструкция И форма Камеры Сгорания И На Одних И тех же Двигателях Абсолютно Одинаковых Ну я имею Абсолютно Одинаковый Объем То есть Диаметр Цилиндра Ход поршня Степень Сжатия Значит И так далее Но При разной Форме Камеры Сгорания В определенных Скоростных Режимах Момент Зажигания Будет Разный То есть Нужно Чтобы Нарастала Давление Одинаково После Верхней Мертвой Точки Был Пик Давления Нужно Будет Момент Зажигания На этих Двигателях Корректировать Где-то Его делать Чуть Чуть Раньше Чтоб Смесь Могла Воспламениться Лучше Перед Чтоб Чтобы Чтобы Она Достигла Нужных Показателей Именно В этом Районе Где-то Нужно Будет Ее Упозднять Точно Так же Что Касается Не только Конструкции Камеры Сгорания Но что Касается И самой Степени Сжатия Здесь Обстоит Дело Следующее Чем Выше Степень Сжатия Тем Быстрее Происходит Распространение Пламени Почему Во-первых Объем Камеры Сгорания Относительно Если рассмотрим Двигатели С одним И тем Объемом Конструкции Но У одного Степень Сжатия Допустим Будет 6 Там Под Какой-то Старый 66 Бензин Ну Или 76 Максимум А у Другого Будет Степень Сжатия 12 При Всех Равных Размерах И даже При Одной И той Конструкции Камеры Сгорания Объем Всей Камеры Сгорания Будет Разный Соответственно Пламя То есть Охватить Должно На степени Сжатия У которого Мотора Будет Больше Допустим 12 Распространение Пламени Будет По времени Быстрее Это Первый Момент Второй При Более Высокой Степени Сжатия Давление И температура Будут Больше Чем У мотора У которого Степень Сжатия Ниже Об этом Я В частности Более Детально Рассказывал В видеоролике Который Был посвящен Двигателю Ибо Дулаево Поэтому Чтобы Не повторяться Одно И то же Я Призываю Всем Кому Интересно Еще раз Посмотреть Это Видео При этом Когда Температура Заряда Выше И давление Его выше Скорость Распространения Пламени Будет Тоже Больше Поэтому На моторах С высокой Степенью Сжатия Зажигание Нужно Делать Позже Относительно То есть Если сравнивать Его с таким Же мотором У которого Степень Сжатия Низкая И наоборот У двигателей С очень Низкой Степень Сжатия Которые Ездят Допустим На 76 Бензине Многие Из практики Наверное Замечали Что угол Опережения Зажигания Нужно Ставить Очень Ранний Чтобы Мотор Шел Работал В своем Режиме Чтобы Тяга Была Нормальная Чтобы Не Перегревался Нужно Делать Очень Ранний Угол Опережения Зажигания Это Вызвано Тем Что Идет Большая Задержка В распространении Так как Объем Самой Камеры Относительно Большой Температура Заряда И турбулентность Его в конце Тактожатия Меньше При этом Важно Рассмотреть Факторы Которые Влияют На Распространение Пламени И сгорания Это Качество Самого Топлива Если Вы возьмете Двигатель Который Работает Может работать На 92 Бензине И Вот он Будет Отрегулирован Работает На 92 Бензине Например Жигули Классика Такой Простой Обычный Мотор Он Отрегулирован И Хорошо Тянет Все Отлично Но Вы Туда Заливаете 95 При Этом У Вас Будет После Того Как Выгорит Весь 92 И Пойдет Чисто 95 В Двигатель При Этом У Вас Заметный Провал При Старте И Вы Почувствуете Что Мотор Стал Более Вяло Отзываться На Газ Это Обусловлено Тем Что Чем выше Октановое Число Бензина Тем Выше Его Устойчивость К Детонации И Тем Самым Чтобы Его Качественно И Быстро Сжечь Нужна Более Высокая Степень Сжатия Если 95 Залить Мотор У которого Степень Сжатия Ниже Тогда Будет От Искообразования В любом Случае От начала Подачи Иско Будет Довольно Длительная Задержка Пора Воспламениться Часть Смеси Поднимется Давление В камере Сгорания Чтобы Нагреть Остальную Смесь И тогда Она Будет Сгорать Лучше Или То есть В основном Это Характеризуется Как Сгорает Сначала Какая-то Часть Смеси А Остальная Часть Смеси Уже Догорает Когда Поршень Уходит Вниз То есть Третья Фаза Горения При этом Наблюдается Снижение Мощности И экономичности Потому что Идет Нарастание Давления В верхней Мертвой Точке Идет Во-первых Пик Свой Пик Он становится В некоторых Случаях Даже Ниже Обычного И То есть Он более Такой Зарезанный Поэтому Важно Мотор Эксплуатировать На Топливе Под Которое Он Рассчитан Я Лично Рекомендую Все моторы Переводить На 95 Бензин Так как Он уже В широком Распространении Продается На Любых Автозаправках При этом С увеличением Степени Сжатия Мотор Будет Более Экономичным В штатном Режиме Обычный Классический Мотор Если Сделать Классический На 95 Бензин Со Степенью Сжатия 11 Например Он Будет В среднем Расходовать На 1 Терри 2 В некоторых Случаах Может Даже До 3 Литров Меньше Чем Он Расходовал 92 Бензин 92 Бензин То есть Это Опять же Таки Зависит От Режима Езды И Усталостности Мотора Также Важно Отметить Один из Факторов Который Влияет На Момент Зажигания Это То Что На Разных Оборотах На Обычном Штатном Моторе На Разных Оборотах Наполнение Цилиндров Всех Четырех Будет Разное Об Этому Более Детально Я Рассказывал В видео По Системам Впуска Это Характеризуется Тем Что Штатный Я напомню Вот допустим Четыре цилиндра Вид сверху Есть Общий Впускной Коллектор Классика И Выпуск То есть Вот Оно В один Сходится Это Обусловлено Тем Что Из-за Разной Длины Впускных И Выпускных Трактов На Одних И Тех Ж Режимах Резонансные Волны Как на Впуске Так И На Выпуске Будут Наступать В разных Режимах То есть На Каком-то Скоростном Режиме Допустим 2000 Оборотов Наполнение Лучше Происходит На Первом И Четвертом Цилиндрах И С этих Двух Цилиндров Снимается Если Рассмотреть 100% Мощности Которую Отдает Двигатель То С этих Двух Цилиндров Снимается 60% Мощности А С остальных Двух 40% То есть Наполнение Разное На Других Режимах На Оборотах Допустим На Четырех Тысячах Ну Я Очень Образно Говорю Будет Наоборот Наполнение Лучше На Втором Третьем Цилиндре Потому Что Здесь Будет Резонансная Волна Пик Наступать Раньше И Более Качественно Нежели На Первом Четвертом Цилиндре В результате Получается Что Наполнение На всех Четырех Цилиндрах При Различном При На штатном Моторе Немножко Отличается Соответственно И Момент Зажигания В классическом Своем Понимании Он тоже Должен Отличаться В каком-то Цилиндре Искрообразование На свече Должно Идти Чуть Чуть Раньше Относительно Другого В каком-то Чуть Позже В этом Очень хорошо С этим делом Справляется Микропроцессорная Система Зажигания Но С микропроцессорной Системой Зажигания Есть тоже Ряд Факторов Которые Нужно Учитывать Дело в том Что Сама Система Как штатная Замазская Так и Какая-то Самопальная Которых Довольно Много Разработок В интернете Системы С точки Зрения Технического Исполнения То есть Спайна Схема Подключения Они И работоспособные В этом Сомнений Или каких-то Нареканий У меня нет Здесь Идет упор На Другое Когда Программируется Процессор То есть Он собирает Данные Классические Процессор По зажиганию Современные Допустим Если Рассмотреть 406 ЗМЗ-406 Двигатель Карбюраторный Соболь Газель Волга Там Микропроцессор Получает Данные С датчика Положения Коленчатого Вала Датчик Детонации Датчик Охлаждающей Жидкости Температура Давление Во вкусном Коллекторе Вот И еще Значит Все эти Данные Поступают В общий Один Процессор И самое главное Что он Выдает Сигнал На катушку В зависимости От Программного Обеспечения Если Разработчик Программист Заложил В него Команду Что на основе Таких-то Таких-то Данных На таком-то Режиме Работанном В общем 2000 оборотов Он должен Выдавать Опережение Зажигания Допустим 5 градусов Он Будет Выдавать Эти 5 градусов Вне зависимости От Чего-то То есть Корректировка От датчика Детонации Заложена Программистам Что если Идет сигнал Датчика Детонации Он должен Выдавать Зажигание Сделать Допустим На 1 градус Его позже Он будет Делать его На 1 градус Позже Но это Не всегда Может Обеспечить Наилучший Процесс Момент Образования Искры Потому что Иногда Нужно Упозднить Зажигание И больше Чем на 1 градус Это я Как пример Поэтому Чтобы запрограммировать Процессор И отрегулировать Трамблер Нужно учитывать Массу факторов Которые я Привел Такие как Степень сжатия Конструкция Камеры Сгорания Качество Самого Топлива И кстати Хочу отметить Что качество Топлива У нас В нашей стране Отличается От качества Топлива Которое За рубежом Поэтому Автомобили Иномарки Которые Полностью То есть Назовут Экспериментальным Научно-экспериментальным Методом Мотор Отрегулирован Процессор Отрегулирован Свой режим То есть Чтобы мотор Работал На каком-то Определенном Виде топлива То когда Он попадает К нам И заливается 95-й бензин Якобы 95-й Который Должен быть 95-й И он Не соответствует Параметрам Своим То процессор Будет Работать Он будет Работать Как С учетом На Нормальное Топливо Но в итоге Будет У двигателя И потеря Мощности И повышенный Расход Потому что Его Прошивка Не соответствует Действительности Тому Топливу Которое Залито В мотор Это касается В частности Не только Момента Зажигания Это касается И топливной Аппаратуры Управления Мотором Поэтому Какой-то Конкретной Одной Единой Формулы По которой Можно рассчитать Момент Зажигания На разных Оборотах Разных Двигателей Такой Универсальной В принципе Нету Можно рассчитать Несколько Предположить Несколько Вариантов В зависимости От качества Топлива И от наполнения Но Конкретно Одной Единой Формулы Универсальной Повторюсь Нету Все Заводские Прошивки Которые На моторах Идут Они все Подбирались Научно-экспериментальным Методом Снимались Данные Программировались И после чего Уже Конкретную Конструкцию Мотора Покрутили Сняли Все данные Тогда Можно Пускать В серию И прошивку Также Хочу Заметить Что если На таком Штатном Моторе У которого Микропроцессорное Зажигание Поднять Произвольную Степень Сжатия При ремонте То после этого Нужно Обязательно Корректировать Прошивку Иначе Мотор Может работать Очень неадекватно Вплоть до Его поломки То есть Если степень Сжатия Поднялась То есть Вы подняли Степень Предположительно Как начало С чего Нужно Исходить Нужно Во всем Диапазоне Мотора Угол зажигания Немножко Сделать Позже То есть Оставить Все поправки Которые Присутствуют В зависимости От режима езды И режима Работы двигателя Но Во всем Диапазоне Сделать Угол зажигания Чуть позже Конкретно Насколько Это можно Выяснить Исключительно Экспериментальным Методом Диапазоне